Всем привет, меня зовут Стас, и сегодня я покажу, как сделать в Кудине вот такую симуляцию. Да, это такая простая анимация надувания букв в виде воздушных шаров. Ну, понятно, что это можно использовать не только для букв. И в более широком смысле мы поговорим про Vellum симуляцию вообще, и про то, какие у нас есть способы, чтобы ей управлять. И давайте начнем вообще с Азов. Что такое Vellum? Да, если вы уже знаете, что такое Vellum, как он работает, то вы можете смело проматывать этот сегмент. Vellum — это, в общем, такой фреймворк для симуляции различных физических объектов, построенный по принципу Position-Based Dynamics. Если это упрощать, то это симуляция, которая влияет непосредственно на позиции вертексов, на позиции точек наших объектов. В самом простом случае, если у нас есть просто вот какие-то точки, разобщенные в пространстве, у них есть какой-то радиус, да, то есть это, по сути, такие шарики, и они могут взаимодействовать друг с другом. Да, мы прибавляем какие-то силы, например, гравитацию шарики начинают падать, и, по сути, у нас получается такой песок. Но помимо этого, мы можем добавлять между различными точками нашего объекта так называемые констрейнты. И, проще говоря, мы можем нарисовать между точками линии. И каждая такая линия у нас будет отдельным примитивом. И на этих линиях у нас может лежать так называемый констрейнт, атрибуты, которые относятся к констрейнту. И, например, у нас может быть самый простой констрейнт, который называется Distance, то есть расстояние. Это значит, что при вычислении этой симуляции солвер будет пытаться сохранять вот это расстояние между точками равным исходному в соответствии с этим констрейнтом. И таким образом вот у нас уже получается не просто какой-то песок, у нас получается веревка, да, потому что каждая точка у нас связана с другой. И таким образом, если у нас двигается одна точка куда-то, то она тянет за собой и остальные точки для того, чтобы вот это вот расстояние оставалось неизменным. Помимо этого, мы можем, конечно, соединять не только две точки за раз, мы можем соединять их в какой-то последовательности, создавать такой нетворк более сложный. Допустим, здесь у нас есть какая-то точка, здесь, здесь. Мы добавляем этот констрейнт, и у нас уже получается кусок ткани, да, потому что каждая точка при движении будет влиять на соседние точки, потому что они будут стараться сохранить вот такое вот расстояние до нее. Дальше у нас может быть сложнее, например, у нас есть какой-то объект сложный, вот какой-то вот такой формы объект, это мы его видим в разрезе. У нас есть точки на его поверхности. Так мы можем провести эти констрейнты внутри этого объекта, да, и создать таким образом мягкое тело, да, ну или что-то вроде надувного шарика, да, то есть у нас точки будут сохранять расстояние друг относительно друга не только по поверхности, но и по внутренней части объекта, да, таким образом этот объект можно надувать, сдувать и так далее. Помимо distance у нас есть разные другие констрейнты, например, констрейнт, который будет пытаться сохранить угол между какими-то точками, констрейнты, которые пытаются сохранить площадь треугольника, или, например, объем пирамиды, если мы разобьем наш объект на вот такие вот пирамидки, тетраэдры, да, то у нас будет сохраняться объем такой пирамиды, как бы у нас точки не двигались и так далее. То есть у нас есть много самых разных констрейнтов, и мы можем ими управлять с помощью атрибутов на вот этих самых линиях. Если вы не до конца понимаете, о чем речь, то не беспокойтесь, сейчас мы перейдем к практической части, где все это станет ясно. Напоминаю всем, что у нас недавно проходил конкурс ваших творческих проектов, и у нас были замечательные спонсоры, которые предоставили довольно дорогие призы на этот конкурс, и, конечно, я не могу снова не поблагодарить этих спонсоров. И это самая быстрая GPU-рендер-ферма в России, которая называется Lacrimas Farm. Там уже 11 серверов, там 12639 Octane Bench суммарный, 35 копеек за Octane Bench в час, отличная техподдержка. И там весь актуальный 3D-софт, все актуальные GPU-рендеры. То есть вообще отличная ферма, когда вам не хватает мощностей своего компьютера, чтобы отрендерить ваш замечательный проект, обращайтесь, Lacrimas Farm, ссылка в описании. И второй наш спонсор — это Mathematic XYZ. Отличные ребята, которые профессионально занимаются спецэффектами в кино, и они с недавних пор запустили линейку курсов, которая называется Awesome3000, в которых вас ждут курсы по композу, как для начинающих, так и для продвинутых композеров, а также курсы по MatchMove, и в будущем еще дополнительные курсы по, например, кодированию в After Effects для скриптов, очень полезная штука. И вообще отличные ребята, они также делают CG-подкаст номер один, рекомендую послушать, его можно слушать на любой платформе. Опять-таки ссылка в описании. Наши спонсоры — отличные ребята, я очень им благодарен за предоставление призов, таких классных призов для наших участников. Итак, давайте создадим новый Geometry Container. Зайдем внутрь и начнем с простого. Мы создадим с вами линию, в которую добавим, скажем, 10 точек. Вот у нас есть такая линия. И, как я и говорил вначале, мы можем эту линию превратить в веревку, то есть, по сути, отсимулировать ее в Велуме. Соответственно, что нам необходимо для этого сделать? Нам необходимо подготовить так называемые констрейнты, то есть те самые отрезки между соседними точками, на которых у нас хранится, собственно говоря, название этого констрейнта, хранится расстояние исходное между этими точками и какие-то дополнительные атрибуты, которые нам помогут в симуляции. И для того, чтобы делать такие констрейнты, у нас уже в сопе есть готовые ноды, которые так и называются Vellum Constraints. И более того, если мы начнем набирать Vellum, то мы увидим, что есть несколько нод, которые называются Config, Config, Config. Это на самом деле пресеты для одной ноды Vellum Constraints, которые позволяют сразу же вам сделать разные виды симуляции, такие как воздушный шарик, ткань, тот же самый песок, частицы обычные, волосы, то есть те же самые веревки и так далее. Ну, давайте сейчас сделаем Hair, выберем, и посмотрим, как это выглядит. Все ноды Vellum у нас выглядят следующим образом. На соп-уровне у нас есть три входа и три выхода. Значит, первый вход — это всегда наша исходная геометрия, то есть та геометрия, которую мы будем симулировать. И второй вход и выход, соответственно, это констрейнты. Третий вход и выход касаются коллизии, то есть если у нас есть какая-то геометрия коллизии, и мы хотим, чтобы наша симуляция с ней сталкивалась, то мы, соответственно, протягиваем ее в третий вход. И давайте посмотрим, что у нас получается на выходе. Я сейчас положу простую ноду Null. Если мы посмотрим на исходную геометрию, то есть на первый выход ноды Vellum Hair, и посмотрим на атрибуты, которые у нас добавились, то, как мы видим, что у нас на нашей линии, естественно, никаких атрибутов не было. И в помине, да, у нас была только позиция точки. Здесь у нас добавилась целая куча разных атрибутов. Из важного. У нас добавился Pscale. Pscale у нас записывается размер этой точки, то есть диаметр того шарика, который у нас как бы на точку помещается, для того, чтобы точки у нас друг с другом взаимодействовали. И в случае, если мы говорим про веревку, то это толщина веревки. Если мы говорим про ткань, это толщина ткани. Ну, то есть, по сути, это размер нашего объекта. Дальше у нас есть атрибуты типа DragNormal, DragTangent, Инерция и Масса. Это атрибуты, которые определяют физические свойства в данной конкретной точке. То есть мы можем на разных точках нашего объекта задавать несколько разные физические свойства. И таким образом это будет влиять на симуляцию. И атрибут Orient у нас показывает как бы текущую ориентацию точек в пространстве, да, то есть их поворот. И, соответственно, у нас также добавилась скорость и угловая скорость, да, то есть обычно атрибуты V и W. В принципе, здесь они не играют никакой роли, они потом будут использоваться уже в Solver. Они здесь нужны для того, чтобы если мы зададим какую-то исходную скорость на нашей линии, да, то есть мы можем задать, например, положить ноду Point Velocity вот сюда вот и задать какую-то исходную скорость на нашей точке. И эта исходная скорость у нас, соответственно, как вы видите, пройдет дальше. Да, таким образом эта исходная скорость будет использоваться в Solver уже при симуляции для того, чтобы двигать наши объекты. На нашей исходной геометрии мы уже можем задавать какие-то определенные атрибуты для того, чтобы влиять на симуляцию. На примитивах и на вертексах на детали, как видите, у нас ничего не добавилось. То есть здесь у нас добавились только атрибуты на точке. И я напоминаю, что это наша исходная геометрия. И обратите внимание, да, у нас есть один примитив и 10 точек, то есть то, что мы указали здесь. Теперь давайте посмотрим на Constraint'ы. И здесь мы видим, у нас уже совершенно другая история. У нас получается уже 10 примитивов, но все еще 10 точек. Значит, что важно? Количество точек на Constraint'ах у нас сохраняется равным количеству точек на исходной геометрии. Для того, чтобы мы точно могли соотнести точку нашего Constraint'а и точку исходной геометрии. В принципе, здесь если у нас есть какое-то несоответствие, то мы можем добавлять атрибут ID, например, да, с помощью которого мы можем находить это соответствие. Но чаще всего ноды, которые у нас делают обычные Constraint'ы, у нас и на первом, и на втором выходе делают одинаковое количество точек. Давайте теперь посмотрим, где у нас образовались эти самые новые примитивы. Если мы включим отображение номеров примитивов, мы увидим, что вот оно. Новые примитивы — это отдельные вот эти вот расстояния между точками. И давайте посмотрим, какие у нас появились новые атрибуты. И как вы видите, на точках у нас нет никаких новых атрибутов, зато все основные атрибуты у нас появились на примитивах. И здесь, пожалуй, можно назвать два самых главных атрибута. Первый атрибут — это тип. Это тип этого Constraint'а. Как я сказал раньше, Constraint'ы бывают разные. Мы можем сохранять дистанцию, угол, объем и так далее. И этот тип записывается вот здесь, в виде обычной строки. И второй важный атрибут — это Stiffness. Stiffness переводится как жесткость, но на самом деле это не совсем жесткость. Это сила данного конкретного Constraint'а. То есть для Constraint'а там Stretch-Share — это один смысл, для Constraint'a Bend-Twist — другой смысл в это вкладывается. Но, в общем, это, по сути, сила данного Constraint'а. И все остальные атрибуты просто сохраняют у нас какую-то информацию, которую может использовать Solver. Например, когда мы говорим про Constraint'ы типа Bend-Twist, нам может понадобиться наш исходный, так называемый, Рестовый вектор, да, исходное направление от каждой точки в следующую точку. Оно сохраняется вот в этот атрибут, Рест-Вектор. Это Quaternion самый обычный. Также у нас есть атрибут REST-LENT, в который сохраняется наше расстояние между точками. И атрибут REST-LENT, соответственно, можно использовать для того, чтобы увеличивать, надувать какие-то объекты. И помимо этого у нас сохраняется еще атрибут REST-LENT-ORIG. Да, то есть это тот же самый атрибут, в котором просто сохраняется для удобства наш исходный REST-LENT, да, то есть расстояние между соседними точками. Обратите внимание, кстати, у нас с вами 10 точек, то есть между ними у нас 5 вот этих отрезков. Откуда же у нас взялись 10 примитивов? Все очень просто. Дело в том, что в прессе тихоэр у нас кладутся два вида Constraint'а. Как мы уже с вами это увидели, вот здесь вот, Stretch-Share и Band-Twist, и, соответственно, на каждый из этих видов Constraint'ов мы должны создать свой отдельный отрезок. Да, таким образом, между вот этими двумя точками проходят два отрезка. Видите, вот здесь даже накладываются цифры. Один и второй, здесь тоже один и второй. Таким образом, мы можем создавать много этих отрезков, которые будут просто друг друга повторять, и на них может лежать разный вид Constraint'а. Про это тоже важно помнить. И, соответственно, в разных прессе тах, вот здесь вот, у нас могут появляться разные новые виды Constraint'ов, разные новые атрибуты, которые этими Constraint'ами используются. Ну, например, соответственно, если мы с вами положим какой-нибудь Grid, да, и положим Vellum Configure Close, да, то есть это мы создаем, вот это, Preset Close, то есть мы создаем ткань. Мы сможем увидеть, что здесь у нас появились другие Constraint'ы. У нас здесь есть основной Constraint Distance, и также здесь есть Constraint Band, да, то есть ткань у нас работает как бы на растяжение, по сути, да, то есть мы сохраняем расстояние между точками, и на изгиб Band. И здесь, как вы видите, у нас уже нету вот этого REST Vector, зато у нас точно так же есть Stiffness, REST Length, и всякие дополнительные штуки, типа Dumping Ratio, Compress Stiffness и так далее. То есть те вещи, которые мы задаем вот на этом конкретном виде Constraint'а, которые используются в Solver. Значит, важный момент, где про все это почитать? Естественно, в Help'е. У нас есть отдельный раздел, который так и называется Vellum Attributes, насколько я помню. Давайте мы сейчас его найдем. И в этот раздел рекомендуется заглядывать почаще, когда вы работаете с Vellum, потому что он даст вам много информации о том, как мы можем влиять на симуляцию. И здесь у нас есть информация про практически каждый атрибут, который Vellum используется. И смотрите, здесь у нас есть атрибуты отдельно, которые лежат на нашей исходной геометрии. Вот это важно помнить. У нас есть Geometry, и у нас есть Constraint Geometry. Это две разные сущности. Geometry у нас — это первый вход, то есть та геометрия, которую мы симулируем. И второй вход — это Constraint Geometry, соответственно, на которой у нас хранятся вот те самые отрезки. То есть у нас есть отдельные атрибуты для геометрии. Вот видите, тот самый DragNormal, Inertia и так далее. У нас есть какие-то дополнительные атрибуты, которые могут использоваться, типа Orienta и так далее. Какие-то отдельные атрибуты, которые, соответственно, касаются коллизии, то есть толщины нашего объекта, такие как Pscale Layer, например. То есть у нас могут быть разные слои ткани в одежде, и они будут по-разному друг с другом взаимодействовать и так далее. Дальше у нас начинается вот SimAttributesConstraints. И это вот самое важное. Те атрибуты, которые лежат непосредственно на геометрии констрейнтов. И здесь мы видим сразу, что это примитивный атрибут в таком-то диапазоне, который может использоваться для того-то, для того-то и для того-то. Соответственно, вот это очень полезный раздел хелпа, где вот все это рассказывается. И что с этим дальше делать? У нас есть с вами исходная геометрия, есть геометрия констрейнтов, и теперь мы можем это симулировать. Мы можем это затащить в доп.нетворк, но для удобства у нас уже есть готов Vellum Solver в сопе, который мы прям подключаем по вот этим трем входам. И, соответственно, в этот солвер у нас автоматически подтягивается и наша геометрия, геометрия констрейнтов, геометрия коллизий из третьего входа, и ее уже там можно использовать. И уже мы, в принципе, готовы к симуляции. Но давайте для того, чтобы сделать это чуть покрасивше, мы сейчас пойдем сюда в Vellum Close и выберем пункт Pin to Animation. Вот здесь вот выберем несколько точек, которые у нас как бы не будут симулироваться. Нажму Enter. Вот видите, они отметились. И теперь, если я переведу флаг сюда и запущу анимацию, то мы увидим, что наша ткань свисает. Да, таким образом у нас пошла эта симуляция. Как видите, очень просто. Основной плюс вообще position-based динамики заключается в том, что она очень быстрая, довольно точная и меньше подвержена взрывам каким-то, которые часто происходят в таких более классических моделях динамики. В то же время у Vellum есть свои недостатки. И самый главный недостаток в том, что Vellum это как бы такая вещь в себе. Объекты Vellum могут взаимодействовать друг с другом. То есть веревки могут взаимодействовать с тканью. Грейн, вот этот песок, может насыпаться в ткань, может ее разрывать и так далее. Но при этом он не может взаимодействовать, например, с RBD-симуляцией. Точнее, он не может влиять на RBD-симуляцию. То есть если вам, например, необходимо сделать, чтобы мяч залетал в футбольные ворота, и при этом сетка футбольных ворот мяч останавливала, то есть чтобы мяч останавливался об ткань, то сделать это в виде отдельного Vellum и отдельно RBD-симуляции или Bullet-симуляции не получится, потому что Vellum не сможет влиять на RBD-симуляцию. И здесь придется хитрить. Либо сделать мяч полностью Vellum, например, то есть с помощью каких-то хаков, либо сделать сетку ворот в виде Bullet. То есть обычно это делается в виде таких маленьких шариков, между которыми есть constraint-ы, и, соответственно, тогда Bullet-мяч будет влиять на Bullet-сетку и наоборот. Vellum сам по себе не может влиять на другие типы симуляции, к сожалению. Если вся ваша симуляция укладывается вот в эти типы, то есть когда у нас есть песок, частицы, мягкие тела, веревки в таком ключе, то Vellum отличное решение. И, соответственно, он отлично для этого подходит. Ну и теперь давайте выясним, как мы можем влиять на симуляцию с помощью вот этих атрибутов, которые мы с вами узнали. Мы можем, конечно, что-то менять вот здесь вот. Но далеко не все атрибуты будут обновляться внутри Vellum Solver, внутри симуляции, в процессе симуляции. И поэтому, если мы хотим, чтобы в процессе симуляции у нас какие-то атрибуты, какие-то характеристики нашей симуляции менялись, мы должны это делать внутри доп.нетворка, в котором у нас, соответственно, эта симуляция построена. И на самом деле это довольно просто сделать. У нас есть вот этот Vellum Solver, мы можем нажать на него два раза, и мы попадаем внутрь вот такого нетворка, который на самом деле находится внутри доп.netа, внутри вот этого большого отсета, который довольно сложный, здесь много всего написано, и, в принципе, им довольно удобно пользоваться, на мой взгляд. Хотя кое-каких моментов здесь не хватает, иногда приходится все же собирать свой собственный сетап с допом. Внутри вот этого нетворка, который называется Forces, внутри доп.нетворка, мы можем добавлять свои какие-то обработчики для того, чтобы влиять на нашу симуляцию. И самое простое, мы можем добавлять свои силы. Да, то есть поскольку у нас Position-Based динамика работает с точками, мы можем сюда добавлять силы, которые пришли из системы частиц, самые стандартные. То есть мы можем влиять на такие атрибуты, как Force, TargetV, AirResist, ну, в общем, все те атрибуты, которые мы используем в POP-нетворке, ну, как бы в частицах, для управления частицами. И если вы хотите глубоко понимать все вот эти атрибуты, Force, TargetV и прочее, и прочее, все, что влияет на систему частиц, то у меня есть курс про это целый, где я все довольно подробно рассказываю. Ну, а сейчас давайте по-простому. Мы можем сюда, по большому счету, подключить любую ноду, которая начинается с POP, то есть которая влияет у нас на те самые атрибуты POP-нетворка, ну, то есть Force, V, TargetV и так далее. Ну, давайте, например, если мы сюда положим ноду POP-Force, вот она, вот так вот подключим, и добавим какой-то Noise, вот здесь Noise, Amplitude, мы просто увеличим эту штуку. Когда мы ее запустим, давайте выключим все это, мы увидим, что у нас ткань начинает извиваться, да, потому что у нас добавился Noise в атрибут Force, и, соответственно, этот атрибут Force у нас будет влиять на непосредственно движение отдельных точек. Это, в принципе, понятно, да, то есть если вам нужно добавить какое-то интересное движение, здесь мы можем положить там POP-Axis Force, можем положить POP-Wind, например, и так далее, и тому подобное. То есть все, что касается нод, которые начинаются на POP. Если мы хотим отсюда посмотреть на эти атрибуты, что мы должны сделать? Если мы перейдем в Geometry Spreadsheet, мы увидим вот такую стандартную табличку для DOP-нетворка. Смотрите, у нас вот есть Vellum Object, DOP-объект, внутри которого у нас хранятся все необходимые поля с записями по поводу симуляции конкретно этого объекта. И, в частности, нас здесь с вами интересуют вот такие штуки, которые называются Geometry. Смотрите, Geometry — это наша самая обычная геометрия, которую мы симулируем, то есть те самые точки нашего объекта. И, как вы видите, сюда у нас добавляются куча новых атрибутов, которые, соответственно, влияют на симуляции. Такие как, например, атрибуты, когда у нас что-то с чем-то сталкивается, это Heat Position, Heat UV и так далее. Атрибуты, которые влияют на Pasticity, то есть на то, как объект будет сохранять свою форму. Атрибуты, которые влияют непосредственно на перемещение наших объектов, то есть V — это атрибут финальный, который вычисляется с овером, который прибавляется у нас, часть которого прибавляется к позиции для того, чтобы сдвинуть точку в следующем фрейме. У нас есть атрибут Force. Давайте посмотрим, где он. Атрибут Force, вот он. Мы его здесь добавили с вами с помощью ноды PopForce. И, как видите, здесь в этой таблице атрибут Force, например, у меня не отображается. Несмотря на то, что я задал туда амплитуду какую-то, я могу вот так вот здесь что-то менять, он здесь не отображается. К сожалению, мне кажется, это глюк. На самом деле, может быть, я чего-то не знаю. Если я чего-то не знаю, напишите мне в комментариях, как от этого избавиться, потому что это очень раздражает. Иногда помогает, например, добавить какую-то другую ноду, вот так вот, в конец. И после этого, если мы запустим симуляцию, иногда тут что-то начинает срабатывать. Но не всегда, опять же. Вот я добавил PopWint, который на Force не влияет, он влияет только на атрибут TargetV и AirResist. Но вот Force у нас почему-то, видите, все равно не обновляется. Ну, какой-то глюк. На самом деле, если мы посмотрим на нашу симуляцию, мы увидим, что Force отличным образом работает. Все в порядке. Так, давайте мы вернем здесь, как было. Force работает. Хорошо, это те атрибуты, которые лежат непосредственно в самой геометрии. А что же касается атрибутов, которые лежат на геометрии констрейнтов? Ну, все очень просто. У нас здесь точно так же, как есть в геометрии, также у нас есть в констрейнт-жеометрии. И здесь у нас хранятся те самые атрибуты с примитивов, которые мы можем менять здесь динамически. Они будут автоматически улавливаться в нашей симуляции. Для этого есть несколько разных способов. Я сейчас про все расскажу. Давайте я пока это отсюда удалю. Начнем с дальнего способа, как бы самого такого сложного, который многие используют в старых уроках. Это использование SOP-солвера. У нас есть такая нода, которая называется SOP-солвер, который позволяет работать с геометрией внутри доп.контекста. И здесь, если мы хотим обратиться к какой-то конкретной геометрии, мы должны записать эту геометрию вот сюда. По умолчанию он стоит с геометрией, с большой буквы. Это вот эта самая геометрия, которую мы используем, которую мы симулируем. Но также мы сюда можем записать наш constraint в геометрии. Да, с большой буквы. Соответственно, мы пишем. Constraint Geometry. И теперь внутрь этого SOP-солвера, да, то есть мы можем войти внутрь, и сюда будет затягиваться непосредственно геометрия констрейнтов. Давайте посмотрим на нее, как она выглядит. И вот вы видите, да, что это constraint наши, да, то есть наша геометрия, это просто квадраты. А constraint у нас построились между каждыми соседними точками. И сюда затягивается непосредственно геометрия с constraint. И здесь мы можем с ней что угодно делать. Например, менять на ней какие-то атрибуты. Ну, давайте что-нибудь простое покажу. Положу attribute в Rangle, запущу его по примитивам, да, потому что у нас атрибуты лежат на примитивах. И давайте сделаем restlent плюс равно 0.01. Или даже 0.01. А что я здесь делаю? Я прибавляю к атрибуту restlent, который у нас лежит на примитиве, на отдельном отрезке, то есть это расстояние между точками, число 0.001. Важно помнить, что мы работаем в допе, поэтому это число будет обновляться. То есть в следующем фрейме мы уже прибавим к увеличенному числу 0.01 и так далее, и тому подобное, да, то есть это будет постоянный рост этого атрибута. Ну, давайте сделаем, наверное, число побольше здесь. И, соответственно, если мы запустим нашу симуляцию, то мы должны увидеть, как ткань наша растягивается. Вот, видите, у нас расстояние между точками увеличивается, и ткань поэтому скамкивается, да, потому что у нас увеличивается не только вертикальная составляющая, но и горизонтальная. И вот мы увидим, что у нас ткань как бы растет. Таким образом, мы можем влиять с помощью SOPSOLVER на любые атрибуты, да, то есть если мы хотим влиять на нашу геометрию, мы оставляем геометрии, на геометрию констрейта в Constraint Geometry. Что здесь удобно, что заходя внутрь, мы видим, соответственно, только наши констрейты. Здесь мы их видим непосредственно во viewport. Что минусы этого способа? Когда мы заходим в SOPSOLVER, мы не можем видеть анимацию. Для того, чтобы увидеть непосредственно симуляцию, как она должна быть, нам необходимо из этого SOPSOLVER выйти, да, потому что здесь у нас там всякое кэширование и так далее, поэтому нам необходимо выйти на уровень выше, для того, чтобы анимацию это увидеть. Ну, соответственно, это не очень удобно. Какие способы есть еще? Помимо этого, у нас есть Geometry Wob, так называемый, и его, соответственно, брат-болезнец, Geometry Wrangle, которых у нас есть, обратите внимание, такая вкладка, которая называется Data Bindings, и сюда у нас точно так же можно записать вместо Geometry, Constraint Geometry, для того, чтобы влиять непосредственно на геометрию. Геометрию Constraint Geometry. Ну, давайте положу Geometry Wrangle, сюда запишу, опять-таки, Constraint Geometry. Так, Constraint Geometry. Вот здесь главное не ошибиться. И, соответственно, давайте мы запишем то же самое. Собака, RESTLENT, плюс равно 0.1. Обязательно нужно выбрать, что мы проходим по примитивам, и теперь, соответственно, у нас вся та же самая история будет работать непосредственно здесь. Это гораздо удобнее, чем залезать в стоп-солвер, единственное, что здесь мы с вами не можем видеть во вьюпорте непосредственно нашу геометрию Constraint, но все равно это довольно удобно. То есть мы можем влиять непосредственно на наши атрибуты с помощью Geometry Wrangle или Geometry Wop. Ну, соответственно, вы понимаете, как с этим работать. Помимо этого, SideFX нам предлагает дополнительно еще несколько нод. Например, ноду, которая называется Vellum Constraint Properties. Vellum Constraint Properties, который позволяет влиять на самые распространенные атрибуты констрейнтов. Ну, например, на stiffness, на тот же самый RESTLENT. И здесь можно задавать еще RESTLENT Scale отдельно. То есть это множитель, на который у нас RESTLENT умножается. Ну, для того, чтобы как раз избежать вот этой истории, что у нас каждый раз с каждым новым кадром идет увеличение относительно предыдущего. Ну, и, соответственно, здесь мы можем уже даже хоть ключевыми кадрами что-то менять. И давайте здесь мы тоже что-то изменим. Выключу симуляцию, нажму на иконку мозга, включу RESTLENT Scale, и здесь поставим ключевой кадр. Здесь мы сделаем там 1.5, и у нас получилась анимация этого RESTLENT Scale. Включаем обратно симуляцию, и мы увидим, что вот, вдруг, начиная с какого-то момента, у нас это начинает работать. Да, таким образом, с помощью этой штуки мы можем влиять на разные атрибуты. Отлично. Давайте, наконец, вернемся к нашей задаче. Нам с вами необходимо надуть какой-то объект. Ну, давайте это сделаем. И начнем мы с простой сферы. И посмотрим, куда этот путь нас приведет. Итак, берем простую сферу. Давайте мы сделаем ее полигональной. Сделаем frequency побольше. Вот у нас есть отдельные точки на этой сфере. И для того, чтобы сделать подобный надуваемый объект, у нас есть отдельная штука, которая называется Vellum Configure Balloon. Давайте посмотрим. Этот пресед у нас состоит из двух частей. Во-первых, мы делаем обычный close constraint, да, то есть мы поверхность нашего объекта делаем, как бы, ткань тканевой. И дополнительно мы еще делаем Vellum Pressure Constraint. И давайте посмотрим, как эти констраинты выглядят. То есть, если вот здесь вот это самые обычные констраинты на поверхности, да, то есть у нас соседние точки просто как бы друг с другом соединяются. То есть здесь мы видим, что у нас появляются дополнительно линии внутри. Видите, вот здесь пошла линия внутри этого шарика. И смотрите, у нас здесь есть вот Distance, Distance, это то, что пришлось с close'а. Bend тоже оттуда же. И у нас есть отдельный вот такой примитив, который называется Pressure. Кстати говоря, в каждом примитиве в Constraint'ах у нас лежит такой атрибут, который называется Constraint Tag. И в него у нас записывается название ноды, на котором этот constraint был создан. Поэтому по этому атрибуту мы можем быстро найти тот самый constraint, который нам необходим. И у нас есть вот Constraint Pressure. Давайте мы удалим все, кроме этого Constraint'а. Сейчас сделаю вот так вот. Выберу выделение по примитивам. Давайте нажмем вот сюда вот. И здесь мы выберем по атрибуту, ну, например, Type. У нас, вы видите, есть Band, у нас есть Distance, есть Pressure. Давайте выберем все Pressure, нажмем Delete. И выберем Delete Non-Select. То есть это как бы один примитив, он такой длинный, извилистый. Он соединяет разные точки на поверхности и проходит в том числе внутри. И таким образом он задает вот это вот самое давление, которое давит на наши точки изнутри. И, соответственно, у этого Constraint'а у нас точно так же есть параметр Stiffness, с помощью которого мы можем менять силу этого давления. Ну, давайте положим Vellum Solver. Давайте на Vellum Solver пойдем во вкладку Collisions, включим Ground Position. Это будет Ground Plane. И, соответственно, шарик мы просто сейчас поднимем там на метр наверх, для того чтобы увидеть, как он, соответственно, падает у нас на землю. Давайте запустим симуляцию. И, как вы видите, шарик у нас выглядит вполне как такой воздушный шарик, как такое мягкое тело, которое пытается сохранять свою форму. Давайте включим проигрывание в реальном времени. Вот вполне неплохо. Соответственно, если мы здесь, на Vellum Pressure Constraint'е, пойдем сюда и изменим Stiffness. В версии 18.5 появился вот такой удобный список с разными множителями для нашего Constraint'а. То есть мы можем здесь не менять число, можем изменить только множитель. Ну или если у вас версия Гудини-Владши, то вы можете здесь изменить само число. Давайте поставим здесь вместо 100 0.1. И посмотрим, как изменится поведение нашего шарика. Как вы видите, теперь он выглядит как сдутый шарик. То есть у нас теперь этот Constraint недостаточно силен для того, чтобы надуть шарик, противодействуя гравитации. Если мы сделаем супер большое число здесь, то мы видим, что он будет более такой прыгучий. Отлично. То есть, меняя параметр Stiffness на этом непосредственном Constraint'е, мы можем изменить поведение нашего шарика. Отлично. Давайте попробуем его сдуть и надуть. Для этого точно так же мы идем внутрь Vellum Solver'а. И давайте положим тот же самый Vellum Constraint'e property сюда. И выберем Stiffness. Но, как вы помните, Stiffness это общий атрибут для всех типов Constraint'e, поэтому нам желательно выбрать конкретную группу, на что мы хотим влиять. И тут есть два варианта. Мы можем выбрать группу в таком плане. Собака Type, то есть тип Constraint'e, равно-равно, и в кавычках написать Pressure. Да, то есть мы обращаемся только к тем примитивам, у которых этот тип будет равен Pressure. Второй вариант. На ноде Vellum Pressure мы можем создать группу. Вот здесь. А вот под групп. Давайте мы назовем ее Pressure. Так. И сейчас я подключу это сюда. И вот, смотрите, у нас есть группа Pressure. И мы видим, что здесь единичка стоит только вот в этом непосредственном примитиве. Да, ну, соответственно, это немного проще, чем набивать вот это выражение. Поэтому давайте мы используем эту группу здесь. То есть вместо вот этого мы здесь выберем... Так. Вернемся назад. На первый фрейм для того, чтобы эта группа обновилась. И вот, пожалуйста, группа Pressure. Отлично. У нас есть эта группа. Исходно у нас с вами здесь будет число 0.1. Так. Выключим пока симуляцию. До 24 фрейма мы дадим шарику упасть. Здесь поставим ключевой кадр. И здесь поставим 600, например. Да, то есть то самое значение по умолчанию, которое было исходно. Ну, соответственно, здесь мы можете ставить число больше. Вернемся на начало. Включим симуляцию. Шарик падает. И, как видите, он надувается обратно. Да, соответственно, если мы хотим сделать более радикальную штуку, мы можем вот это число, 600, изменить. Давайте поставим 60 тысяч, например. Value. Вот, оно изменилось. И теперь проиграем симуляцию заново. Ну, как видите, он даже подпрыгивает выше. Да, таким образом мы можем надувать объекты. Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что с шариком, ну, как бы все просто. Потому что шарик, ну, он в виде шара. Как вы понимаете. А если мы возьмем какой-то более сложный объект? Ну, давайте возьмем, например, любимую всеми резиновую игрушку. Test Geometry rubber toy. Положим сюда. Она у нас находится ниже уровня пола. Поэтому давайте сюда сразу же поставим ноду, которая называется Match Size. И выберем здесь G-Sify Y Min. Да, для того, чтобы у нас игрушка лежала на полу и не пересекалась с ним. Отлично. И теперь, если мы с вами запустим симуляцию, то мы увидим некоторые проблемы. Понятно, что все начинается как должно быть. Дальше у нас игрушка начинает накачиваться. Прэш возрастает. Но, как вы видите, она не может вернуть свою изначальную форму. Да, потому что опять все равно это у нас как такая резина, которую просто надувают, но у нее нету каких-то ребер жесткости для того, чтобы вернуть исходную форму. И как бы вы здесь не пытались увеличить вот это вот значение Constraint, то у вас все равно не получится это сделать. Поэтому нам нужно дополнительно сказать, что мы хотим двигать эти точки в сторону их исходного положения. И, в принципе, это мы можем сделать с помощью обычных поп-нод. Здесь нам подойдет нода, которая называется Popster Seek. Значит, на самом деле есть несколько нод, в принципе, одинаковых. Popster Seek и нода, которая называется PopAttract. Они, в принципе, одинаковы по сути. Но нода PopAttract, она работает хуже. Ее сложнее настроить. Просто вы можете поэкспериментировать, да, и использовать те же самые параметры. Popster Seek работает гораздо лучше. Поэтому давайте использовать ее. Что это нода делает? Она добавляет на наши частицы, вообще-то нода, как вы понимаете, из названия относится к системе частиц, и более конкретно она относится даже к системе крауда, то есть к системе симуляции толп. Но ее можно использовать и с частицами, и задача ее сделать так, чтобы каждая частица стремилась куда-то. Она добавляет force, PopForce, в определенную сторону. И здесь мы можем выбрать, в какую сторону мы хотим этот force добавить. По умолчанию стоит position, то есть все наши частицы будут стремиться в ноль координат, в данном случае. Ну, если мы на это посмотрим, то мы увидим, да, что у нас вот как бы наша игрушка склопывается в ноль. Мы можем даже здесь выбрать force какой-нибудь большой, force scale сделать 100, и мы увидим, как вот наша игрушка уменьшается просто, да, вот она начинает скамкиваться в ноль координат. Но на ноде Popster Seek, помимо position, есть другие режимы работы. И нас с вами интересует режим работы, который называется points. Этот режим позволяет выбирать соп ноду и использовать точки, которые на ней лежат, для того, чтобы к этим точкам у нас стремились частицы, то есть точки нашей симулируемой геометрии. И смотрите, здесь мы можем выбрать, соответственно, путь до какой-то соп ноды. Давайте мы сейчас пока это сделаем вручную. Это, соответственно, нода Vellum Pressure, то есть та нода, которая приходит на вход в Vellum Solver, то есть наша исходная геометрия. И здесь стоит режим point pair particle, для того, чтобы у нас каждая частица стремилась к соответствующей точке. У нас были как бы пары точек внутри симуляции и точка в соп контексте. И здесь по умолчанию стоит particle ID, goal ID, для того, чтобы у нас по ID-шнику частицы выбирать соответствующую пару. Это можно выключить, можно не выключать, потому что по умолчанию, если ID атрибута нету, то у нас будет выбираться просто по номеру точки. И в принципе это все. Смотрите, если сейчас мы запустим, то мы увидим, что у нас что-то странное происходит с нашей игрушкой, но на самом деле все просто. У нас каждая точка сейчас с большой силой, вот 100 мы здесь поставили, стремится к исходной точке, но при этом у нас продолжает работать симуляция. Поэтому у нас начинается вот такое вот покачивание нашей игрушки. Соответственно, вот эту штуку мы должны с вами включать только в момент, когда у нас игрушка восстанавливается из своего сплющенного состояния. Соответственно, здесь мы должны сделать какую-то анимацию. Ну давайте сейчас сделаем просто анимацию ключами тоже. То есть здесь у нас force scale будет 0. И давайте вспомним, здесь у нас было с 24 кадра. Ну и давайте где-нибудь здесь, там с 36. Мы сделаем анимацию до, ну допустим, 50. Пока. И посмотрим просто как это у нас будет играться. Запускаем. Сначала у нас игрушка падает, да, то есть поп-стеристик сейчас не работает, потому что force scale 0. Потом она начинает надуваться. Так, и начинает действовать наш поп-стерсик. То есть теперь у нас игрушка будет стремиться, обратите внимание, будет стремиться на свою исходную позицию. Так, ну вот видите, здесь процесс пошел. Пошел процесс. Ну, видите, она начинает сильно перелетать за пределы нашей исходной позиции. И в принципе это выглядит даже прикольно, да. То есть для каких-то эффектов это можно использовать. Все-таки плюх. Но в нашем случае это выглядит, может быть, не очень красиво, поэтому давайте мы добавим галку, которая называется arrival. Этот параметр позволяет нам затормаживать частицы, когда они приближаются к своей цели. Для того, чтобы они не перелетали резко за пределы ее, чтобы потом вернуться и так далее, чтобы не было вот этого болтания туда-сюда. Давайте здесь оставим пока по умолчанию все это дело. И снова запустим симуляцию. И как вы видите, все уже гораздо лучше. У нас уже игрушка, видите, пытается сохранить бульк. Надувается как бы, пытается сохранить свою исходную форму. Может быть 50 слишком мало. В данном случае давайте мы здесь поставим, например, 70. Но уже мы получили какой-то работающий сетап, который позволяет нам сдуть объект и вернуть его в его исходное состояние. Меняя этот параметр BreakingScale, мы можем с вами нивелировать вот это вот покачивание, когда у нас точка прибывает на исходное место, перелетает немножко вперед, он возвращается обратно и так далее. Давайте сейчас попробуем это сделать. То есть сейчас у нас есть вот такая вот штука. Бульк. Видите, она начинает покачиваться. Мы можем здесь увеличить, например, BreakingScale до 3. И давайте посмотрим, что изменится. И, кстати, да, вот этот параметр у нас будет влиять, даже если у нас ForceScale стоит в нуле. Поэтому его хорошо бы тоже санимировать, чтобы у нас вот этот Arrival включался только, когда он нам нужен реально. И вы видите, вот, пожалуйста, игрушка у нас практически так. Бум, надулась, вернулась. Вот примерно так. Но только здесь, соответственно, видите, у нас она теперь падает гораздо медленнее, потому что вот это вот влияет. Давайте мы здесь ее выключим. То есть вот это просто Arrival мы выключим, поставим сальтом ключевой кадр на самый непосредственный параметр. И в следующем кадре мы его включим. Вот. И теперь посмотрим, как это влияет. Так вот мы включили Arrival, и у нас теперь начинает работать ForceScale, и игрушка восстанавливается. Ну, в принципе, довольно даже красивая вроде симуляция получилась, потому что нас ушки так прикольно разворачиваются здесь. Бульк. Да, то есть если вам нужно сделать что-то подобное, это, в общем, хороший способ. Но, конечно, мы его можем улучшить, потому что мы можем сделать его более процедурным. Сейчас у нас здесь используется несколько разных анимаций с ключами, соответственно, это не очень удобно. А к тому же, если мы хотим, чтобы у нас разные объекты разворачивались в разные моменты времени, например, если у нас есть надпись и буквы появляются одна за другой, это уже другая история немножко. Давайте мы, соответственно, подумаем, как это сделать. Во-первых, для того, чтобы упростить нам работу, давайте мы здесь на ноде PopSterSick заменим вот этот абсолютный путь на выражение, потому что, мало ли, мы захотим поместить эту ноду в какую-то другую, скопировать, сделать копию. Но для того, чтобы не сталкиваться с проблемами из-за этого, давайте запишем выражение OpInputPath. То есть я поставлю обратный апостроф, backtick, который находится на букве Й, и запишу выражение OpInputPath. Это выражение позволяет вернуть путь до ноды, который приходит на вход какой-то другой ноды. То есть мы должны сюда записать ноду с входа, который мы хотим прочитать, путь до ноды. Соответственно, это нода, которая у нас лежит на верхнем уровне. И поэтому мы запишем сюда такой путь. Две точки слэш — это вот как бы сама нода force. Дальше две точки слэш — это нода dopNet1. Две точки слэш — это нода vellum solver. Так, закрываем. И дальше через запятую мы должны написать номер входа. Соответственно, это нулевой, самый первый вход. Закрываем скобки, закрываем backtick. И чтобы проверить, средней кнопкой мыши сюда щелкаем, и убедимся, что здесь стоит vellum pressure1. То есть все правильно. Это выражение сработало. Ну давайте теперь подготовим наши буквы и подумаем, как нам сделать последовательное появление этих букв. Возьмем ноду font и сюда что-то напишем. Ну давайте напишем 2021. Мы можем немножко увеличить надпись. Давайте, чтобы у нас все было консистентно. Чуть-чуть ее увеличим. Самую малость, чтобы она соответствовала примерно по размеру нашей игрушки. Дальше вопрос, как мы можем сделать объемные буквы. Ну здесь понятно, мы можем просто сделать экструд, но тогда буквы будут угловатые, там нужно будет с bevel что-то играть и так далее. Я предлагаю сделать по-другому. Дело в том, что у нас в наборе нод labs, который раньше назывался game development toolset, если у вас его нету, мы идете сюда shelf, и здесь выбираете side of x labs. Вот он. В старых версиях он назывался game development toolset, в версиях до 18-й. Если он еще не установлен, то вы идете сюда, в эту полку, выбираете update toolset, у вас появляется окошко вот такое вот, и здесь выбираете там update, install, выбираете нужную версию. В общем, у вас устанавливаются все эти ноды. И в этой ноде есть такая хорошая нода, которая называется straight skeleton. У нас есть два ее варианта, 2D и 3D. Давайте выберем 2D, потому что у нас 2D буквы. Это нода, которая позволяет проводить линии по середине какой-то геометрии. Выглядит вот так вот. И в принципе она работает довольно неплохо для фонтов. Для каких-то других вариантов она иногда может вылетать, поэтому почаще сохраняйтесь. Но для шрифта она работает неплохо. Давайте выберем какой-нибудь шрифт без засечек. Здесь, ну, простой ареал, я думаю, подойдет. Ареал black. Вот, типа того. И здесь у нас есть вот такие вот дополнительные штуки, которые мы сможем просто вот с помощью вот этого параметра threshold вот так вот отрезать. Вот у нас появляются вот такие вот кривые. Здесь сохранилась какая-то штука. Дополнительно мы можем здесь поиграть с параметрами resample size, если это необходимо. Это, кстати, помогло здесь избавиться. Если это не помогло избавиться, мы можем дополнительно положить ноду fuse сюда с каким-то большим радиусом, для того, чтобы точки, которые находятся близко друг к другу, сфьюзились и как бы убрали вот такие хвосты непонятные. Но давайте мы этого делать не будем, да, потому что нам хватило вот такого параметра. Resample size 001. Отлично. И теперь мы можем обтянуть их к геометрии. Опять-таки разные способы. Поскольку я хочу сделать ощущение воздушных шариков, я использую такой способ. Я положу ноду, которая называется wireframe. Это очень старая нода, которая просто, ну, как бы очень просто делает. Она на каждый отрезок кладет tube, на каждый отрезок, а на каждую точку при включенной галке round corner складет сферу примитивную. У нас получается вот такая вот форма. Но, естественно, это у нас форма не полигональная, поэтому давайте мы превратим ее в полигоны с помощью той же самой лапсовской ноды, которая называется laps voxel mesh. Это нода, которая переводит, по сути, вашу геометрию в VDB и обратно в геометрию. И мы получаем, соответственно, уже непосредственно вот такой вот mesh. Но здесь у него сетка получается очень страшная, поэтому давайте мы дополнительно положим ноду remesh. Да, для того, чтобы у нас были точки, с которыми можно работать в симуляции. Так, ну это, соответственно, получается не очень красиво. Выбираем target size, что-нибудь типа 005. Ну вот, в принципе, нормально. Отлично, вот у нас есть такая вот надпись. И давайте положим ее вместо ноды робертой. Вот сюда подключим просто. Это мы удалим. И по большому счету, если мы сейчас с вами запустим симуляцию, мы что-то увидим. Да, то есть у нас наши буквы складываются. И потом, соответственно, они начинают разворачиваться обратно. Вот они надулись и разворачиваются. И как видите, все работает. Да, единственное, что они все разворачиваются одновременно. Но наш сетап как бы сработал и для букв. Ну давайте теперь сделаем так, чтобы они разворачивались по очереди. И на самом деле все очень просто. Смотрите, вот здесь вот на нодах velum constraint property, на нодах pop у нас всегда есть так называемый в expression. То есть мы можем сюда поставить галку use в expression, и вместо вот какой-то здесь анимации мы можем записать выражение на Vexe, которое будет менять, соответственно, вот этот параметр, этот атрибут stiffness. И здесь мы можем читать атрибут какой-то с геометрией, например, для того, чтобы для разных частей геометрии этот атрибут менялся по-разному. Ну, соответственно, давайте это сделаем. Соответственно, давайте мы положим атрибут, который будет на каждой букве свой уникальный. Соответственно, здесь, например, 0, 1, 2, 3. И будем его использовать. И для этого мы воспользуемся нодой connectivity. Нода connectivity, соответственно, позволяет находить острова геометрии, соединенные друг с другом, и класть на них уникальный атрибут. В данном случае атрибут класс. Он лежит на пайнтах. В принципе, нам так и нужно. Но давайте мы его визуализируем и убедимся, что он правильно работает. Для этого мы на ноде connectivity нажали кнопку X. У нас появилась нода visualize. И здесь мы выберем атрибут класс. И здесь вместо type color выберем маркер. И вот мы видим, что вот здесь у нас 0, 1, 2 и 3. Но у нас могло такого не быть. На самом деле это чистая случайность. Например, когда я делал свой исходный тест для урока, у меня там было 0, 3, 2, 1. Это все будет зависеть от исходной нумерации точек на вашей геометрии. И если вы хотите изменить, как этот атрибут обходит вашу геометрию, то вам нужно будет положить ноду sort. Смотрите, я положу сюда ноду sort. И point sort я выберу, например, по X. В этом случае нумерация точек у меня будет идти вот от 0 координат по X в сторону увеличения. Соответственно, 0, 1, 2, 3. Если я выберу реверс, у меня будет наоборот. Смотрите, 0, 1, 2, 3. Я могу здесь выбрать random. Тогда у меня, смотрите, будет 2, 3, 1, 0. То есть будет рандомное какое-то распределение. То есть таким образом, с помощью обычной сортировки точек, вы можете менять то, как нода connectivity распределяет атрибуты. Давайте мы здесь выберем byX без реверса. Для того, чтобы какую бы надпись мы сюда не подавали, у нас сюда шло это распределение слева направо. Этот атрибут класс у нас, соответственно, проходит вот сюда, вот на саму геометрии. Давайте в этом убедимся. Вот он, атрибут класс. Он у нас есть в нашем solver. И, соответственно, мы его можем прочитать. Но мы его можем прочитать на тех нодах, которые работают с геометрией симулируемой. То есть на тех нодах, у которых в bindings записано в геометре. Ну, например, на ноде pop-stir-sic. Давайте это сделаем. У нас с вами есть вот эта анимация какая-то. И давайте мы включим use в expression здесь. И здесь сделаем такую штуку. Я удалю здесь всю анимацию. Здесь и здесь. Delete Channels. И сюда мы запишем просто выражение. Итак, у нас с вами есть параметр, который называется forceScale. И чтобы в него что-то записать, мы так и должны написать forceScale. То есть его название, которое появляется вот здесь, когда мы задерживаем мышку. Видите, параметр forceScale. И сюда, соответственно, мы можем записать какое-то выражение. Ну, давайте для начала мы вернем анимацию. Я создам новый параметр ch. И я назову его аним. Вот так вот в кавычках. И умножить на forceScale. Зачем это нужно? Таким образом я возьму то значение, которое есть у меня вот здесь. Вот. Чтобы с его помощью менять силу вот этой ноды. И домножу его на параметр, который я проанимирую отдельно. Ну, давайте мы это сделаем. У нас сейчас параметра никакого нет. Нажимаем на эту кнопку. И у нас, как вы видите, здесь вот появился параметр аним. Ну, и, соответственно, давайте мы его заанимируем. Тоже от 24-го фрейма. Просто от 0 до 1. И сейчас я здесь поставлю, например, те же самые 70. И у меня будет анимация от 0 до 70. Да, вот этого значения. Соответственно, вот с этой вот кривой. Почему это удобно? Потому что здесь у нас анимация от 0 до 1. Анимацию от 0 до 1 мы можем использовать где угодно. Давайте вернемся и убедимся, что это работает. Включим симуляцию обратно. И начиная с 24-го кадра, как вы видите, они у нас возвращаются на свою исходную позицию. Только у нас сейчас выключен Arrival еще. И, соответственно, давайте мы дополнительно включим Arrival. Для этого мы в Arrival запишем единицу, да, то есть он у нас включится, когда у нас значение аним не равно 0. Да, то есть когда оно равно 0, у нас там будет стоять 0. Поэтому мы сюда запишем такое выражение. chanim больше 0. Вот так вот запишем, да. Вот это выражение будет равно единице, то есть true, когда у нас это значение больше 0. Соответственно, Arrival у нас включится в тот момент, когда у нас пошла анимация какая-то. Давайте убедимся. И как вы видите, уже нет вот этой вот дикой трясучки. А вот теперь мы можем прочитать с вами наш атрибут класс, который у нас есть на этой геометрии, для того, чтобы сдвинуть во времени вот эту анимацию. У нас помимо функции ch, которая просто читает параметр с таким названием, у нас есть функция, которая называется chf, которая позволяет прочитать этот параметр в определенный момент времени. И давайте мы сейчас немножко упростим, чтобы не писать супер длинное выражение. Я создам новую переменную float anim и сюда запишу chf anim. И здесь через запятую я должен записать время в секундах, с которого у нас будет читаться значение этого параметра. Это в вексе, да. Если мы работаем в h-скрипте, туда нужно писать фреймы. Ну, соответственно, мы можем написать собака с большой буквы time. И мы просто как бы прочитали эти с текущего времени. Давайте мы сейчас заменим вот эти все аним. И у нас все будет продолжать работать, потому что мы читаем с текущего времени. Давайте убедимся еще раз. Да, работает. Все, все отлично. Ну, а теперь мы можем вот здесь вот это время менять. То есть, например, мы можем из этого времени вычесть наш атрибут класс. Таким образом, для первой буквы у нас значение будет читаться с нулевого класса, да, как бы, как оно есть здесь. Для буквы следующей у нас уже будет минус одна секунда. То есть, она будет через одну секунду разворачиваться, следующая еще через одну и так далее. Давайте проверим. И сейчас у нас сначала должна разворачиваться первая буква. Вот она пошла. Потом вторая через секунду. Вот она пошла. Третья. Пошла, пошла, родимая. И четвертая. Я в тебя верю. Давай. У тебя получится. Да. У нее получилось. Итак, вот мы с вами сделали вот эту самую анимацию, где через одну секунду у нас, соответственно, разворачиваются буквы. Но поскольку это не очень удобно, давайте мы добавим контроль. Через сколько секунд у нас, соответственно, будет разворачиваться каждая следующая буква. Поэтому я здесь делаю класс умножить на CH параметр с названием delay и поставим здесь, например, 0.3. И это у нас будет как бы расстояние в секундах между соседними разворачивающимися буквами. То есть сейчас у нас все будет гораздо быстрее. Первая, потом почти сразу же вторая, потом третья и четвертая. Ну, отлично. То есть это у нас работает. И самое удобное здесь, что мы можем вот здесь вот в параметре forceScale просто менять силу этого скейла, как мы захотим. То есть это будет максимальная сила нашего скейла. Все. Ну и точно так же мы здесь можем включить Arrival, что-то здесь подшаманить, и дальше он будет включаться и выключаться уже автоматически для разных букв. Теперь такую же штуку нам необходимо сделать для геометрии, соответственно, вот этой. Здесь проблема заключается в том, что, во-первых, мы читаем атрибуты не с Geometry, а с Constraint Geometry. То есть нам нужно перенести этот атрибут на Constraint Geometry. И, во-вторых, мы его читаем с примитивов. Да, поскольку мы здесь работаем с примитивами, мы также должны перенести наш атрибут на примитивы. Ну, давайте это сделаем. На самом деле ничего сложного здесь нету. Просто непосредственно перед Vellum Solver мы положим ноду, которая называется Attribute Transfer. Вот так вот. И с трансферем атрибут. Так, не вижу аллайз. Ну, ладно, неважно. Атрибут вот отсюда вот, да, как бы со входа с нашей геометрии на геометрию Constraint. И здесь, соответственно, давайте мы выберем, что это у нас будет. Атрибут Пайнтовый класс. Просто со всеми значениями по умолчанию мы просто его, соответственно, с трансферием на соответствующие точки нашей геометрии Constraint. И нам осталось только перенести его на примитивы с помощью ноды Attribute Promote мы перемещаем атрибут класс с Пайнтов на примитивы. И теперь точно так же здесь мы можем использовать VExpression для того, чтобы менять эту штуку. Давайте здесь точно так же удалим анимацию, Delete Channels. И запишем, в принципе, такое же выражение. Мы можем просто сейчас вот это вот сюда вот скопировать. Вместо ForScale мы с вами будем менять Stiffness. с двумя буквами F. Вот он. Давайте проверим. Stiffness. Вот этого у нас атрибута нету. А здесь, соответственно, Stiffness давайте мы Stiffness оставим. Итак. Создаем необходимые нам параметры. И давайте мы их, соответственно, привяжем. То есть у нас здесь есть Delay. Давайте, поскольку это нода первая, мы будем привязывать наоборот. Вот. Так. Delay. Copy Parameter. Delay. Paste Relative Reference. Давайте сделаем там Delay 03. Опять-таки у вас может быть вот у этого и у этого разные дилеи. Да, это можно сделать довольно симпатичную анимацию таким образом. Так. Дальше мы давайте сделаем Copy Parameter. Отсюда Paste Expressions Channels. Да, мы перенесли, по сути, сюда вот эту вот ключевую анимацию от нуля до единицы, которая у нас была. А, соответственно, эту мы выбираем Copy Parameter. И сюда вот наоборот. Давайте Delete Channels и Paste Relative Reference. Да, таким образом, в этой ноде эти параметры у нас привязаны вот сюда вот. Давайте проверим. Теперь у нас все должно работать по умолчанию. Единственное, что Stiffness давайте поставим максимальный. Выберем здесь так 1 и поставим там сколько у нас было? 6 тысяч, да? Единственное, что здесь у нас возникнет проблема. Дело в том, что когда Stiffness равен нулю, симуляция не очень хорошо это воспринимает. Поэтому давайте мы здесь сделаем какой-то fit дополнительно. То есть у нас будет не от нуля до единицы, а мы сделаем fit. То есть у нас будет fit 0.1 аним, который опять-таки идет от нуля до единицы. И у нас будет идти значение от 0.001 до значения Stiffness. Да, то есть мы значение от нуля до единицы перефитиваем вот в этот диапазон. То есть при нуле у нас будет 0.001, а при единице будет Stiffness. Так, давайте проверим. И я сейчас выключу Popster Seek для того, чтобы увидеть только давление, как работает. Так вот, давления нету. Ну вот, видно, да? То есть они по очереди сейчас у меня начинают разворачиваться. Так, опа, опа, опа. Чуть-чуть. Давайте мы здесь сделаем побольше. 60 тысяч. Вот, видите, да? Первая, вторая, третья, четвертая. Развернулись. И мы прям можем даже здесь наблюдать, вот как они разворачиваются. Бум-бум-бум-бум. Здесь можно даже, наверное, поменьше сделать. Здесь мне хочется, чтобы в начале было совсем они такие плоские. Раз, два, три, четыре. Так, секундочку, давайте дилей сделаем единицу. Сейчас вот эта должна. Опа. Потом вот эта пошла. Да, 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 все правильно. Потом вот эта пошла. Разворачиваться. Да, теперь эта пойдет разворачиваться. Да, все правильно, работает. Ну и, в принципе, все. Нам осталось сделать буквально маленькую штуку. Лучше, чтобы у нас сначала сработало давление. Только спустя какое-то время небольшое у нас сработал Popster Seek. На самом деле, это довольно просто сделать. Все, что нам нужно сделать, это вот здесь вот из этого времени вычесть или что-то к нему прибавить. Какое-то значение. Ну, например, если мы вычтем какой-то минус 0.2, например, то у нас 0.2 секунды будет разница между вот этим и вот этим. Соответственно, вот это будет позже на 0.2 секунды. Давайте посмотрим вместе, как они работают. Так. Ну да, видите, она сначала надувается, потом начинает разворачиваться. Ну и, как вы видите, довольно прикольно. То есть наш эффект работает. Следующий момент, который мы можем сделать, это добавить вертикальный градиент. Допустим, если у нас буквы как бы надуваются каким-то невидимым насосом снизу, то у нас как бы надуется сначала нижняя часть, и только потом она уже будет переходить на верхнюю часть. И это может быть довольно прикольно. Соответственно, мы можем добавить такой атрибут градиента вертикального, который мы можем, соответственно, прочитать здесь, для того, чтобы немножко разнообразить нашу анимацию. Давайте это сделаем. На самом деле все довольно просто. Итак, у нас есть так вот нода matchSize. И давайте мы здесь добавим в Rangle, в который запишем такой атрибут градиента. Давайте прямо на точке положим собака. Он будет называться Grad. И сюда я запишу функцию, которая называется relbbox. И сюда, соответственно, я запишу нулевой вход и собака P. У функции relbbox два аргумента. Первый — это номер входа в Rangle. И второй вход — это позиция точки, которую мы читаем внутри габаритных координат. И она возвращает вектор, который будет от нуля до единицы по каждой из осей. То есть, например, точка посередине будет иметь 0.5, 0.5, 0.5. И здесь мы выбираем точка Y. И, соответственно, здесь у нас будет градиент, который будет идти снизу вверх от нуля до одного по каждой точке. Ну и, соответственно, давайте мы его прочитаем здесь, в ноде popsterseek. То есть, что мы можем сделать? Смотрите. Мы можем взять floatGrad равно собакаGrad. То есть, мы прочитали наш градиент. Теперь мы можем к нему прибавлять какую-то анимацию. Поскольку он сейчас идет от нуля до единицы, если мы прибавим к нему анимацию от нуля до единицы, то он будет идти от двух до одного. Понимаете, да? То есть, каждому значению мы прибавляем вот этот вот диапазон от нуля до единицы. И здесь мы можем склампить, например. Смотрите. Мы можем сделать clamp собакаGrad. Давайте поставим его сюда. Плюс, соответственно, наш аним, нашу анимацию, которая идет от нуля до единицы. И мы склампим его от, соответственно, нуля до единицы. Вот это новое значение. И теперь что мы можем сделать? Мы можем домножить просто наш forceScale на этот градиент. Соответственно, мы хотим, чтобы в начале анимации у нас внизу было больше стивноса, а наверху было меньше стивноса. Но тогда нам нужно, соответственно, инвертировать градиент. Он идет от нуля до единицы. Нам нужно, чтобы он шел от единицы до нуля. Соответственно, давайте мы сделаем вот так вот. Один минус вот этот вот кламп. И теперь у нас градиент будет идти от единицы до нуля наверх. И вот здесь вот наверху он в начале будет нулем. Потом он медленно дойдет до единицы в течение анимации. А здесь он всегда будет максимальный. Ну и, соответственно, мы можем запустить анимацию. И давайте посмотрим. Сейчас в теории у нас буквы должны начать разворачиваться снизу. Вот видите, снизу начинают разворачиваться. И только потом верхняя часть букв пойдет наверх. Нет, она не пошла наверх. Давайте разбираться, почему не пошла. А, нет, нам нужно не вот это, не результат, а вот так вот сделать. Один минус, один минус град плюс аним, конечно же, вот так, в таком ключе. Потому что иначе у нас будет в конце один минус один. У нас будет ноль там всегда. Логично, давайте посмотрим. Так, и сейчас будем следить, как она начинает расти. Вот. Так, так. И видите, да-да-да, верхний кончик разгибается уже потом. Супер. Ну что, в принципе, это готовая анимация, которую уже можно рендерить. Здесь можно еще добавить точно так же град вот сюда. Вот для этого его нужно будет, соответственно, перенести трансфером точно так же на точки отсюда и сопромотить их на примитивы. Единственное, что здесь нужно понимать, что у нас не будет такого супер-градкого гладкого градиента, потому что здесь у нас длинные линии, вот эти вот. Но это тоже может сработать. То есть здесь уже поэкспериментируйте. Мне просто, в принципе, нравится так, как есть. Ну, давайте у нас длинный урок. Давайте мы уж сделаем его совсем длинным. И дополнительно я еще покажу, как быстренько раскрасить эти буквы, для того, чтобы мы могли контролировать цвета. Тем более, что это сделать просто. Я положу attribute frangl сюда. И, соответственно, запишу собака сиди равно. Я хочу дать возможность какому-нибудь дизайнеру выбирать цвет для каждой конкретной буквы, начиная с начала, и чтобы они как-то циклились еще дополнительно. Поэтому здесь я, давайте я сейчас сделаю вот так вот. Пойду edit параметр interface на ноде frangl. И сюда положу фолдер. И назову его colors. И вместо фолдер type tabs я выберу мультипарм блок лист. Теперь внутрь я могу положить вот обычный цвет, color. Я назову его color. Color. Все. Если нажму apply, то у меня появится вот такой вот списочек, куда я могу добавлять нужное количество цветов. И могу к ним обращаться по вот такому пути. Color 1. Color 2. Color 3. И так далее. Но начинается с единицы, это не очень хорошо, поэтому здесь, в самой вкладке colors, я выберу first instance 0. Все. У меня теперь есть возможность добавлять нужные цвета. И я просто буду их назначать в зависимости от, соответственно, атрибута класс, который у нас уже есть на точках. Поэтому давайте мы сюда положим вот такое выражение. chv. Я читаю вектор, да, потому что color цвет — это векторное значение. параметр, который называется color, и к нему я должен припульсовать цифру. Соответственно, плюс и то а. То есть это функция, которая преобразует целое число в строку. И сюда я запишу собака класс. Так. Закрываю. Скобочку. Закрываю вторую скобочку. Сюда назначу какие-то цвета. то, как видите, первые три буквы у меня, соответственно, перекрасились. Четвертое не покрасилось. Почему? Потому что у нас нет такого параметра, как color 0, 1, 2, 3. Нет такого параметра. Ну, давайте на самом деле все просто. Для того, чтобы эти цвета циклялись потом дальше, я просто сюда напишу такое выражение. Процент. То есть остаток от деления. И я должен сюда записать количество цветов, которые у меня есть. А это количество я могу прочитать из параметра colors. Вот из этого параметра. Смотрите, он называется colors. Это название нашей папки. И здесь стоит 3. И теперь, соответственно, у меня эти штуки будут циклиться. Соответственно, красный, зеленый, красный, зеленый. Добавлю еще один. Здесь могу делать отдельно. Красный, зеленый, желтый, красный. Соответственно, эти буквы у меня будут циклиться по цвету. Довольно удобно. Ну и дальше, соответственно, мы затягиваем этот цвет в шейдера. Красиво рендерим. Выкладываем в Instagram и хвастаемся результатами в нашем Telegram-чате. Ну вот, мне кажется, получился длинный такой комплексный урок, где мы разобрали много довольно простых, но эффективных трюков для работы с Vellum. Нет чего-то суперсложного. Разве что только, может быть, вот эти выражения на Vexpression могут вызывать какую-то сложность. Но если вы здесь что-то не понимаете, рекомендую посмотреть мою серию уроков про основу Vex. Там, в принципе, все эти базовые вещи рассказываются. Потому что здесь ничего сложного нет. Никаких там циклов, условий каких-то особых нет. И, кстати говоря, вместо вот этого балуна, который мы здесь используем, мы можем использовать, например, штуку, которая называется Vellum Configure Tetraedral Softbody. Это такой пресед, который добавляет еще ноду TetConform, то есть развивает как раз наш объем на вот эти самые пирамидки и пытается сохранить их объем этих пирамидок. И, в принципе, то же самое. Если мы сделаем вот так вот, если мы сделаем все абсолютно то же самое, единственное, что нам нужно будет здесь изменить группу, ну, соответственно, назначить правильную группу, то это будет работать абсолютно так же. И при этом наши буквы будут выглядеть уже не как шарики. Они будут выглядеть такими желе. Вот примерно вот так вот я это сделал. То есть я здесь ничего не менял. В нашем алгоритме я только изменил название этой группы и подключил вот этот новый Vellum Tetraedral сюда. И все. Больше я ничего не менял. Ну, вот такой урок. Надеюсь, он был вам полезен. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате. Напоминаю, что в описании много полезных, интересных ссылок. Всем спасибо. До встречи в следующих уроках. Будьте счастливы и работайте в Гудине. И выход этого видео был бы невозможен без поддержки наших замечательных патронов. Их имена и ники вы видите на экране. Пожалуйста, запомните их. Это замечательные люди, которые заслуживают всяческого уважения. И особую благодарность заслужили следующие патроны. Сергей Семенов, Виталий Филимонов, Игорь Дьяченко, Сережа Кузнецов, Шон Салливан, Артем Патын, Джен Энти, Павел Барышников, Павел Цупра, Денролик, Ник Шишкевич, Влад Дрямов, Боджо, Радик Салахов, Ренат Курмашев, Александр Ильин, Антон Устеменко, Вит, Сергей Клячкин, Сергей Ерошенко и Александр Сердюк. Спасибо вам, ребята, вы лучшие. Кстати, ссылка на наш патреон в описании. Наши патроны получают доступ ко всем исходникам со всех уроков. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,